Привет! Ну давай поговорим о зеленых. А кто ж такие зеленые? Мы их только не затронули еще в нашем разговоре. А зеленые, зеленые ребята, это такие особые люди. В моем окружении очень много зеленых. Зеленые люди, их не так много на самом деле, но они серьезные ребята. Это самые, как говорит Том Шрайтер, свободные люди. Они не терпят никакого давления над собой, это раз. А во-вторых, они руководствуются своими представлениями о предмете. Для этого они все тщательно изучают. Зеленые, это люди, которые любят все изучать. Они любят собирать информацию, во все вникать. Они любят статистику, анализ. Они любят придумывать всякие новые теории. Это из этой категории ученые появляются. Эти люди любят сидеть. Они не любят шумного общения, контактов. Если в зал, где сидит много народу, заходят зеленые, то он обязательно сядет в сторонки один и будет наблюдать и анализировать, и на листочке рассчитывать, сколько людей, почему они здесь оказались. Да, такие зеленые. Они такие люди. И поэтому к ним нужен особый подход. Они очень полезные. Том Шрайтер говорит, что он зеленый. Много успешных людей зеленые. Они, благодаря своим способностям учиться, во все вникать, имеют возможность менять себя. Они имеют способность научиться и применять эти знания на практике. Но это не все. Многие, я знаю, зеленые деньгами особо не интересуются. Их волнует процесс накопления сведений. Вот из этого числа есть безмозглые люди. В их числе, в числе зеленых, попадаются безмозглые люди, которые за деревьями леса не видят, как говорят. Они вникают во всякие ненужные, второстепенные, третьи и стостепенные детали. А главного они не видят. Они не видят, как могут изменить свою жизнь. Они не видят, как могут они доставить своей семье полноценное существование, зарабатывая хорошие деньги. Хотя могли бы. Их интересуют детали. Они гордятся тем, что они очень много знают. Но часто для этих людей эти знания мало что дают. Но если умный человек зеленый, то тогда у него колоссальные перспективы. Как подписать зеленого человека? Конечно же, ему требуется рассказать о том, что здесь очень много сведений, которые надо изучить. Что здесь очень глубокий маркетинг-план. Что здесь потрясающие продукты. Они требуют твоего изучения. Там нужен анализ, там нужна статистика, которую только ты можешь составить и вести. Там нужна твоя колоссальная помощь, твой ум, твой аналитический склад ума и твои знания. Только ты можешь во всем разобраться. Там знаешь сколько всего? Вот это их подкупает. Если вы будете говорить, там весело, там много денег, там можно помогать другим. Да фонаря им это все. Понимаешь? Если у вас уже есть зеленый партнер, дистрибьютор, человек, который работает в вашей организации, и вы видите, что он зеленый, то вы должны понимать, что он будет вести себя так, как он считает важным и правильным. У меня, например, много раз были такие люди в организациях, которые в силу своей зеленой окраски портили мне презентации, как мне казалось. Потому что они чрезмерно углублялись во всякие ненужные, на мой счет, детали. Ведь на презентации люди не интересуют тонкости и детали. Они должны на презентации понять, что это, с чем это едят, какая мне от этого выгода, сколько это стоит, сколько я могу наработать денег на это. Вот чего интересуют люди. Это интересует всех нормальных, кроме зеленых. А зеленых интересуют цифры. И поэтому зеленые начинают эти цифры давать. И кого они подписывают? Зеленых. Том Шрайтер говорит, я видел презентацию человека зеленого, который говорил, смотри, в нашей компании 23 продукта, 23 баночки с бадами, с пищевыми добавками. Сейчас я тебе долго не могу рассказывать обо всем, поэтому я сейчас коротенько расскажу тебе по порядку. Вот это баночка номер один. В ее составе 48 компонентов. Вот справка на три листа, на первый компонент. На остальные компоненты я тебе дам, когда ты сейчас это прочитаешь. Давай, я думаю, что часа за 3-4 я управлюсь. Но потом я тебе дам много материалов с собой, чтобы ты за пару-тройку недель все это освоил, и потом будем решать, подходит тебе это или нет. Вот как думает зеленый. Для синего человека это вообще непонятно. Для красного тоже. Да не для кого. Только зеленый так может поступать. Поэтому имейте в виду, зеленого подписывают, предлагая ему глубоко погрузиться в изучение продуктов. И на этом он может заработать. Его не интересуют, как я сказал, деньги, слава, почет, хотя он об этом и говорит. Его интересует, если вникнуть глубоко в суть, его интересует процесс изучения, освоения и накопления информации. Итак, вот такие зеленые. Значит, если среди вас есть зеленые, вам повезло. Вы зеленые, вы молодец. Вам можно быстро научиться и зарабатывать деньги. Если у вас есть в организации зеленые, вы знаете, как с ними поступать теперь. Если во вашем окружении есть зеленые люди, вы знаете, как их пригласить, как их подписать, что для них важно. Это не называется манипулирование людьми, это называется знание сути человеческой. Но самое важное, друзья мои, я вам скажу, если мы не будем с вами опираться на самый главный фундамент, на самую основу, без которой ни одно дело не состоится, тогда ни знания ни о зеленых, ни о красных, ни о желтых и никакие другие знания нам не помогут. Нам поможет только Господь Бог, который все создал, который помогает тем, кто ведет себя правильно, достойно, честно, заботится о людях и любит Бога Отца. Вот если мы так себя ведем, тогда у нас будет шанс. Но, тем не менее, нам нужно что-то делать, и для этого у нас теперь есть знания о красных, желтых, зеленых и синих. Определитесь, кто вы, определитесь, кто люди ваши, и действуйте в соответствии с этим знанием, прося помощи у нашего Бога и опираясь всецело только на Его, на Его любовь и защиту. Удачи вам всем, с Богом вперед!